Всем привет! Меня зовут Катя. Я сегодня буду с вами тестировать новую свою масляную пастель. Это пастель Vista Artista. Тут набор из 24 цветов. Я очень часто обращаю внимание на какие-то недорогие новые наборы масляных пастелей, гуаши и прочих-прочих для того, чтобы заниматься с дошен. Потому что дорогие материалы, конечно, знаете, ну как-то жалко пускать в детские руки, во все эти эксперименты. Поэтому очень обрадовалась, когда увидела небольшой набор масляной пастели. Взяла его и Дашин обрадовалась не меньше, скажу я вам, потому что вообще масляные мелки, она, ну, сковые масляные пастели такой текстуры, она очень любит, потому что это сразу четкая видная линия, яркий цвет. И это действительно очень важно, потому что ребенку не нужно сильно напрягаться, когда он работает материалом, он сразу видит цвет, сразу видит результат. Потому что я до сих пор помню, как в детстве ненавидела цветные карандаши, исключительно из-за того, что надо было сильно надавливать, чтобы вообще что-то из них получить. И это, конечно, отбило у меня все желание, но вот какие карандаши цветные сейчас, это, конечно, бомба, хочется ими рисовать, рисовать. Вот, и также с пастелью она точно не будет отбивать желание рисовать у ребенка, потому что с ней все идет хорошо. Я люблю сама работать с пастелью в такой витражной технике, мне очень нравится делать контурный рисунок, потом добавлять какие-то узоры, ну, и в основном, естественно, я рисую в таком стиле с детьми. Еще, конечно, мне нравится, и я часто делаю работы такой более живописной техники, но сейчас вот пока графика. И давайте с вами несколько примеров сделаем того, как вообще пастелью я работаю. Давайте сделаем, например, там вот листочек и будем его закрашивать. Я люблю очень делать пастелью переходы. Пастель масляная этим и крута, что можно сделать классный переход. Вот, мне кажется, от одного процесса я уже получаю какое-то бешеное удовольствие. Просто закрашиваем часть листочка одним цветом, поплотнее, посильнее надавливая, и вот так вот, чтобы он сходил на нет. Берем другой цвет, какой-нибудь тут у нас такой розовенький, телесный. И сверху прям аккуратно перетягиваем его. И тоже, чтобы сходил на нет в другую сторону. Давайте розовенький уже возьмем. И вот так вот штрихами потихонечку набираем тон. Пастель мягкая, и не нужно прям сильно так надавливать, не будет рука уставать, потому что это, конечно, фактор такой весомый. Помогу брать лучше для пастели. Она такая шершавенькая, и на нее хорошо ложится, собственно, пастель. Закрашиваем мелкие проплешины. И вот такой у нас такой плавненький, прекрасный переход. Цвета можно вообще все, какие хотите, лепить. Очень это красиво на каких-то вот листочках, цветочках. Например, если мы там делаем какой-нибудь длинный. Это вообще очень красиво. Например, сделаем, давайте, вообще полосатенький. Так, и с каким цветом? Давайте с зеленым. Такой темноватый. Посветлее. Пастель хорошо смешивается. То есть мы берем, вот, зеленый показался мне темным по тону, и добавляю сверху белый. И вот белым, получается, я вообще смешиваю, то есть работаю им как кистью. И вот смешала наши два цвета. Давайте с фиолетовым попробуем. То есть я сейчас просто прям закрашиваю, абы как. Так, и уже белой пастелью сверху начинаю смешивать. Я ее и тонирую заодно, контраст становится не такой яркий. И делаю плавные переходы. Пастель такой для меня, конечно, многослойный материал. Чем он мне нравится. Чем больше ты работаешь, добавляешь цвета, тем интереснее. И с ней получается работа. И вот сейчас, например, сверху я еще буду накладывать фиолетовый цвет. Делать, опять же, такой переход от темного к светлому. Чтобы у нас такой листочек как вглубь уходил. И чуть-чуть контур ему еще, да. И вот в этот можно... Вот начинаешь рисовать, и прям руки сами тянутся сюда, сюда, что-нибудь сделать. Ну, такая красота. Прям как перо получилось. В общем, переходы, это кайф пастели. И, как вы понимаете, в живописи можно очень много всего интересного сделать. Еще масляная пастель, так как она масляная, хорошо дружит с растворителем. У меня тут пинен, растворитель номер 4. Я его очень люблю, он, правда, вонючий. Но мне нравится этот запах. Можно смешивать цвета при помощи, собственно, растворителя. И давайте посмотрим, как это происходит. Возьмем, нарисуем такой круг. Так. Желтеньким. И наливаю растворитель. Прям чуть-чуть в крышечку. Беру ватные палочки. У меня, конечно, есть еще и кисть, но... Чтобы кисть постоянно не мыть, не очищать, я возьму ватную палочку. Она тоже хорошо размывает нашу пастель. То есть у нас появляется прям такая масляная акварель, можно сказать. Для масляной краски жидковата, но вот именно для того, чтобы смешивать, это, конечно, красота. Можно добавлять какие-то цвета, убирать. И увидите, какой ровненький переход. То есть практически эффект, такой визуальный, как от сухой пастели, но более стойкая, конечно же. И поверх можно тоже добавлять, опять же, пастель, какой-то цвет вводить. Белый, например. Или, опять же, наш фиолетовый. Синий, если нужно темный добавить. Вообще, не упирайтесь в одну какую-то технику, потому что намного интереснее выглядит, когда вы смешиваете разные техники, у вас появляются разные фактуры, и это уже очень интересно выглядит. Так, ну, теперь уже хочется что-то порисовать, такое более полноценное. И давайте нарисуем котика. Я возьму, опять же, лист для пастели. Такой вот он немного сероватый. Возьму синий цвет, будет наш контур. Давайте чуть посветлее, поярче. И буду рисовать кота. Так, столько я закрою растворитель. А-а-а, развалила. Возьмем другую бумажку. Так, ну вот, я все заляпала, но растворитель высохнет, и мне это не помешает. Начинаем с головы. Будет такая у нас голова. Уши. Туловище. В край прям не уводим, потому что у нас еще должен быть хвост. Вот такой вот хвост. Лапу. Одна. Вторая. И задняя. Вот такой вот котик у нас получился. Дальше я начинаю просто его заполнять узорами. Ну, конечно, мордочку нарисовав. И рисую на нем разные узоры. Разделяю хвост какими-то линиями. Такой у нас витражный кот получается. Грудка у нас таким воротничком. Лапки тоже полосатые с треугольничками. Так. И дальше начинаю заполнять цветом. Обычно я стараюсь выбирать несколько цветов. Но если рисую с детьми, конечно, ни в чем их не ограничиваю. Пожалуйста, творите, создавайте, экспериментируйте. Ну, а я пока буду начинать раскрашивать. Просто вот так вот плотненько заполняю выбранные мной детали. Пастель может смешиваться, где контур. Но меня это не беспокоит. Наоборот, мне нравится, когда появляется, опять же, какое-то разнообразие. Где-то там чуть потемнее будет, где-то посветлее. Пусть это тоже вас не смущает. Возьму теперь рыжий. Где у нас там рыжий? Вот будет такой красный-рыжий еще какой-нибудь я добавлю. И закрашиваем голову. На каких-то частях можно как раз и экспериментировать. И добавить, например, переходы. Вот здесь вот, например, с беленьким сделаем. Чтобы к носику светлее становилось. А ушки давайте попробуем сделать потемнее. Как у сиамских котов. И щечки пусть будут тоже светленькие. Белый на сером не особо виден. Но мы смешаем с рыжим. Ну вот, видно, что у нас щечки котика посветлее. Так, берем теперь коричневый. И чуть-чуть добавим в ушки. Мне прям захотелось потемнее по голове сделать. Вот такая у нас морда. И дальше тем же самым рыжим продолжаю закрашивать какие-то детали нашего кота. Опять же напоминаю, что работаем мы равномерно над всей нашей картинкой. Чтобы на каждом этапе работа выглядела законченной. Где с контуром смешивается, цвет получается очень красивый такой переход. Заляпала только я всю бумагу. Видите? Ну, ничего страшного. Если мы еще обведем контур, нам не будет ничего бросаться в глаза. Так, нос. Мы забыли нос коту закрасить. Так, и хочется мне добавить какой-нибудь синий или голубой. Если где-то остаются просветы, из-за того, что у нас тонированная бумага, можно и потемнее взять, выглядит это все хорошо. Вот именно на белой, если на чисто белой бумаге работать, тогда это будет выглядеть, как, знаете, ну, незаконченная, неаккуратная работа. Вот с цветной такого нет. И, кстати, в работе с детьми я часто рекомендую родителям как раз покупать листы именно тонированные. Вот набор для акварели. Они не очень дорогие. Там листочек, получается, стоит там меньше 10 рублей, по-моему. Вот, и дети довольны результатом. И действительно, это результат сам хороший получается. Потому что, к сожалению, для многих родителей очень важен результат как таковой. И они иногда видят, что это такое, неаккуратно. А на тонированной бумаге практически всегда все круто выглядит. Так, фиолетовый давайте попробуем. Да, хорошо фиолетовый смотрится. Можно переходик здесь сделать. Чуть-чуть беленького добавить. Так, продолжаем фиолетовым красить. Так, это у нас другой рыжий. Потемнее. Пастель может немножко скатываться, отваливаться кусочки, но ничего в этом страшного нет. Просто берем, стряхиваем. Рукой лучше этого не делать, потому что можно смазать. Пастель очень мягкая. И убираем. И продолжаем дальше раскрашивать нашего чудесного кота. Так, серенький. Опять же, когда заходим за контур немного, мы его подмешиваем в цвет, в нашу заливку, и получается тоже классный очень эффект. Так, и давайте самим синим, которым мы делали контур, тоже закрасим какие-то детали. Не удивляйтесь, если вам покажется, что одна пастель как-то отличается именно по текстуре, по плотности от другой. Тут очень много зависит от самого пигмента, потому что пигменты-то у нас разные. И ничего страшного в этом нет. Не думайте, что сюда затесалась пастель из какого-то другого набора. Это нормально. Голубенький возьмем. Нам совсем чуть-чуть осталось, код почти закончен. И я думаю, делится каким закрасить цветом. Давайте голубым закрасим. Можно опять же сделать какой-то переход. Сейчас буду смотреть постепенно, как закрашивается и что получается. Но опять же, в работе важно чередовать все. Текстуры, размер, орнаменты. Именно тогда картинка будет интереснее. Если бы мы просто взяли и сделали клетчатого кота или в полоску, было бы скучновато. хотя, хотя, даже если он просто будет полосатый, тоже можно сделать интересно, если каждую полосочку как-то по-своему закрашивать. Так, давайте розовенького еще возьмем. и в ушках. Ну что, еще давайте все-таки сделаем зеленые глаза к коту. Так, темненький зеленый здесь. Давайте чуть беленьким добавим. Ну вот, сразу глазки заблестели. Прохожусь еще, смотрю, где какие-то проплешины, непрокрашенности остались, которые мне режут глаз и убираю их так. Еще у нас вот здесь звезда во лбу кота. Давайте розовеньким ее тоже сделаем. Можно добавить еще какие-то мелкие детали, например, такие кружочки уже поверх нашего рисунка. Это опять же разнообразит нашу технику и смотрите, выглядит уже интереснее. Потому что у нас везде контурный такой рисунок, витражный стиль, а сейчас мы будем чуть-чуть его делать более разнообразным. сделала зигзаг и вот здесь чуть-чуть беленького добавлю. где-то просто полосочки добавляю. Давайте воротничок кота нашего тоже украсим. еще часто в пастели используют мастихин, чтобы процарапывать какие-то узоры, убирать лишние. Это уже хорошо на светлой бумаге. берем мастихин и просто соскребаем лишнее. Это хорошо делать на светлой бумаге и когда пастель темная, потому что тогда виден контраст. давайте на красном тоже попробуем. Ну вот очень интересно и красиво получается. так здесь теперь тоже так хочу сделать. Так давайте здесь тоже где наш хвост сделаем зигзагом. На самом деле это очень эффектно тоже выглядит, потому что узор получается не очень контрастным. То есть у нас по композиции все в целом остается так же, но опять же появляется вот это разнообразие. Так давайте лишнее стряхнем. Прям какой-то хочется мягкой кисточкой смахнуть. Слушайте, ну я теперь зависну и буду тут все процарапывать, потому что это я залипла на этой технике. и я не не также не стесняйтесь крутить и вертите свою работу так чтобы вам было удобнее рисовать или вот процарапывать так еще в некоторых местах добавлю полосочек единственное мне не очень нравится что у нас здесь пустовато и я добавлю сюда рыбку нарисую вот такую селедку тоже такая простая стилизованная рыбка сделаю полосатой и цвета возьму зелененькие потому что у нас в глазках появился зелененький но так как рыбка это не котик она у нас должна от кота отличаться и голубенький давайте так хвост фиолетовый будет вот такая рыбка получилась у нас и тоже можно поработать мастихином опять же лишнее стряхнем вот такой вот у нас котик получился я еще его немного обведу синим цветом чтобы контур у нас был более четким и контуром немножко сглажу вот эти вот неровности штрихи которые выходили за контур это сразу работу сделать такой аккуратный вот видите сразу разница здесь и здесь чуть потолще даже его прорисовывая у нас получается вот такая вот красота и котик этот будет обалденно смотреться в рамочке с паспорту и можно вешать не только в детскую комнату особенно если этого котика нарисует кто-нибудь из ваших детей так и рыбку тоже обводим нарисуем рыбки глаз вот такой вот котяра у нас получился спасибо прекрасной пастели висто артиста покупала я ее в леонардо ссылочку оставлю надеюсь вам все очень понравилось и вы порисовали вместе со мной И будет круто, если вы покажете то, что у вас получилось под тегом, который я в конце размещу. Катя Лисич, уроки. И, конечно, спасибо большое, что посмотрели. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok